Всем привет дорогие друзья, это обновление Lineage 2 Mobile от разработчика по имени Чозахуито. Очень крутой чувак, он постоянно нам дает очень крутые обновления. Корейское видно имя, фамилия, не знаю. Добавлена система активности Альянса. Самое интересное, что активность Альянса может быть использована в дальнейшем для подбора подземелий и других. Я что-то подумал, катакомбы отступников, но нет. Выходит новое подземелье, Архипелаг Небесного Острова. Этот контент для топов будут 3 Архипелага, Солус, Масси и Терси. И вот как раз эта система активности нужна для того, чтобы попасть в 2 других Архипелага. Новый контент для сверхтопов, суперзабущенных чуваков. Там будут зоны, за которые будут бороться эти чуваки. Альянс, захвативший зону, может дополнительно получить указанные ниже предметы при охоте на монстров Архипелагов. Это наплечники, реликвия, рецепты создания ремесленников для создания наплечников, магический камень, валюта, кристалл мечтаний. Очень интересно. Различные награды. Каждый Архипелаг разделен на 5 зон. Вот можете посмотреть, что можно получить в Солусе и что можно получить в Масси и Терси. Каждые 4 часа на Архипелаге Небесных Островов появляется особая реликвия Светлых Эльфов. При ее уничтожении можно получить припасы для сражения. Босс Бальтер будет появляться в двух Архипелагах. Кроме Архипелага Солуса обычный. За Дену Свитки интересные там проходить. Также добавляются 2 новые книги Наследника. Также их можно создать. Увеличение урона от умений плюс 5%. Точность умений плюс 5%. Уменьшение продолжительности оглушения и удержания. Вот такие 2 книги. Также добавляются 2 новых Агатена, которых можно скрафтить. Конечно же, если вы ходите на арену. Для пиздуха можно приобрести за валюту, которая выпадает с монстров. 1 итем 200 монеток. И сами думайте, сколько вам нужно времени, чтобы создать. Если мы зайдем в создание. Шанс 20%. Ну, очень неплохой шанс. Ну, как будут выпадать эти итемы. Будем покупать вот этот итем. И пытать удачу создать Гаргулю. Давайте посмотрим. Вот такая вот Гаргулечка. Она закроет нам весь урон. Урон от обычных атак. Так же, если мы создадим красненького. Катан. Шанс тройного урона. 2% сопротивления урона умений. Допурон крит атака. Точность. Ну, это с Гаргулькой. И пробужденный. Что за хуе-то? Разработчик. Он приносит крутые обновления. Ну, так же добавлены 6 новых кристаллов душ. Добавлена система создания ремесленника. Для использования системы создания ремесленника необходимо регистрировать рецепты при помощи специального рецепта. Создать можно только предметы с зарегистрированными рецептами. Незарегистрированные рецепты не будут отображаться в списке для создания. Список для создания ремесленника можно посмотреть у NPC создания ремесленника в любом поселении. Есть этот NPC, но не добавил рецепты. Или я что-то не понимаю, ребят, в комментарии. Пишите комментарии. Так как у меня нет крутого перца, чтобы я мог смотреть крутой контент. Смотрите там кого. Бифрога, курение или возню. Они может быть что-то об этом расскажут. Потому что топсайды как-никак. Будут воевать там. Что кто выпил. Договорники. Все к ним. Давайте. Так же. Обновление для классов с парными мечами. Великолепное оружие. Редкий. К пассивным эффектам добавлен эффект пробития блока. Обнаружение неуязвимости. Героический. К отрицательным эффектам добавлен эффект уменьшения пробития блока. Владение растечением. Героический. При успешной атаке серии умений. Звуковое растечение. Дополнительная атака. Поражает область. Двойной импульс. Легендарный. Добавлен эффект. Увеличение урона умений. Сближение. Легендарный. Улучшение которое позволяет отталкивать цель более эффективно. Жесткое наказание. Добавляет эффект поражения цели в области отрицательным эффектом. Которое увеличивает длительность аномального состояния и уменьшает характеристики. Притеснения. Мифические. К отрицательному эффекту добавлены уменьшение физзащиты и продолжительность оглушения. Добавлено 9 новых агатенов. Посмотрим на редких. Танцовщик эфирных кукол. МДР. Точность. Точность. Весь урон. Суцептор. Густас. Нормус. Полинт. Олгут. Пассивное умение. При успешной атаке с определенной вероятностью уменьшает шанс оглушения и шанс удержания у цели. Самуэль. Увеличивает снижение урона в состоянии оглушения. Увеличивает защиту в состоянии оглушения. Уменьшает время действия оглушения. Селиходан. При успешной атаке уменьшает урон цели. И наконец-то мифический. Фафурион. Увеличивает абсолютное уклонение. И игнорирование увеличения урона. Увеличивает сопротивление урону в состоянии оглушения. И дополнительно увеличивает урон цели с оглушением. Также при получении урона с определенным шансом. Создает область воды и мгновенно восстанавливает хп персонажа. Постоянно восстанавливает хп союзников в области. Увеличивает сопротивление оглушения, удержанию, аномальному состоянию и уклонению от всего. Добавлен новый предмет. Берем обычный физзащита плюс один. Плюс его еще поточить можно будет. Ну а так если брать героические сопротивления урона от оружия, снижение физзащита. Это еще скилл у него будет какой-то. Ну и также продолжительность оглушения, что очень важно. Коллекции с наплечниками, реликвиями и вещами. Тоже обращайте внимание, что старые вещи, то некоторые вещи могут подорожать на рынке. Добавлено уникальное умение мифическое на все классы. Ивентовые коллекции башни дерзости обновлены. Теперь в описании сундуков на выбор отображается, есть ли уже у вас какой-то класс агатион или артефакт, находящийся в сундуке. Добавлены 5 ивентов. Первый ивент это взносы клана увеличены с 3 до 5. Также за взносы добавлена энергия энхасад. Делаем взнос, получаем дополнительно еще энергию энхасад. Дальше за рейд клана боссов дополнительно дают сундучок, которым будут карты улучшенного класса, агатиона. Кристаллы в душе что-то может рандомно тропнуться один предмет. Сундуки с основными посохами Х2. Я в прошлом видео рассказывал, что это за сундуки, сколько нужно на них ресурса. Также писемка, в котором будет реликвия энергии и зелье развития. Первая писемка, которому я рад, не какой-то мусор с расходкой. Добавляется вот такой вот ежедневный бонус. Тут некоторые карты, какие-то расходки, суски. Легендарный свиток поручения с виталкой. Также вот такой вот бонус на 28 дней. Ну обычный бонус, но тут вкусняшки, реально вкусняшки. Ну наконец-то я узнал процентовку героического. 0.05. Первый день карты, виталки, ну по дням расходкам, бонус на монетам мастерства. Блэсс витек на броню, очень неплохо кстати. Финальная награда высшего качества на агатионы. Попытать удачу 11 раз картам. Также вот такой вот донатный бонус завезли. Кристаллы души, подлутать хорошо героических. Обычными кристаллами души и кошачья банды. Перед финальной наградой карта мастера 11 раз. И финальная награда у нас героические, 100% героическая и 1% на получение фиол агатиона. Ну и новых фиол агатионов мы тут не видим. Ну также реликвии, 800 штук. Не, ну это хороший бонус. Карта артефакта, ну и по дням ежедневный бонус. Две карты, получается 14, 28 карт мы получаем за бонус. Смена сервера. Уже кучу раз я об этом говорил, о смене сервером. То, что можно поменять сервер, если вы там знаете, к примеру, если вы на Леоне 2, вы там, вас мучает мозаи, вы там знаете, что на Зиггарде 6 все спокойно и тихо. Ну, мертвый рынок. Но для кача лучше спокойный и тихий сервер, где вас не будут сливать и вы будете стоять 24 на 7, пить пивку, заниматься своими любимыми делами. Можно поменять сервер. Также альты в описании под видео есть. Группа Дискорд, Дядюшки Розе. Там есть раздел интересная информация, где мы можем узнать мир Линейства Мопайл. Что, как работает, что нужно, для чего, зачем альты, артефакты и все такое в интересной информации почитать. Если вы будете играть, вам говорят, что вы должны быть 45 уровнем. Ну, можно взять определенное количество предметов. Это оружие, это успеха, аксессуар. Адена. Не должны быть на аукционе вещи. Удалены там все письма. Сняты вары и все такое. И также склад, который находится в вашем сервере, он не переносится на другой сервер. Он остается на том сервере, откуда вы улетаете. На другом сервере будет пустой склад. Это вы должны знать. При перелете, то забирайте самое ценное. На каждом сервере свой склад, не относящийся к другим серверам. Добавляют смену класса. Парные мечи. Третий или четвертый раз, наверное. Уже добавили эту смену класса. Что за хуйня, разработчик. Добавляет классы. К примеру, Ямах. И также каждый раздел это отдельно. Будет стоить дополнительно монетку. Одна монетка 100 алмазов. К примеру, я хочу поменять скилл на танец, ярость. Вот снежный шторм. Поменять это будет стоить 600 алмазов. Переходим в мир аукцион. Смотрим. Ну это я, к примеру, книгу магии беру. Можно с любого класса купить и поменять на тот класс. Ну на парные мечи в данном случае. Снежный шторм 470 алмазов плюс 6 монеток 600 алмазов. Итого 1070 алмазов будет стоить скилл. А давайте посмотрим. Я надеюсь, этих хейтеров не будет слышно на видео. То, что блядь они гавкают. Сука. Как они бесят. Искусство парных мечей. Смотрим. Танец ярости 1100 алмазов. Уже дешевле. Уже на 40 алмазов, но дешевле. Мы можем менять только с других классов на наши. Аденовские, грации, скиллы. Красные. Нужно знать то, что вы можете сменить. Эта акция одноразовая. И вы можете сменить один раз какого-то класса. К примеру, там с танка. Смотрите сразу же. Потому что на танка самые дешевые скиллы. Это самый непопулярный класс. И каждый раздел это отдельно. Отдельно стоит свою сумму. То бишь хотите поменять только умения. Меняйте умения. Хотите поменять умения и пушку. Меняйте умения и пушку. Не надо все менять. Вы можете выбрать, что вам нужно поменять. Вот такое вот предложение. В сумме 2200 алмазов. Карты высшего. Одна карта мастера. Реликвии и телеразвития. Дальше. Алмазы за реальную валюту. Мы берем алмазы и дополнительная расходка. Как карты артефакта. Высшего качества. 11 раз. Немножко орденов в реликве. За алмазы каждый день можно покупать один раз. Карты на гатиона мастером. Сундук с часиками. Такая. Прямо рассвета нет часов. Перейдем к обычным пакам. Если мы скупаем 4 пака. Мы дополнительно, ну бесплатно получаем карты мастера. И также еще такой купончик. За который можем попытать удачу. Скрафтить шестые браслеты. Ну и также взять карты мастера. Если вам не нужны браслеты. Знаки вершины добавляются в постоянную коллекцию. Увеличение урона от умений. Защита. Весь урон. Точность. Снижение урона. Плюс 2. Что есть хорошо. Паки с постоянными коллекциями. Одна карта мастера 11 раз. Высшего 6 раз по 11 раз. Карты души. 4 штуки по 11 раз. Средний кардинал. Зелье. Пробуждение высшего качества. Реликвии. Очень хорошо. Сферы инодрил. Мы можем создать различные темы. Как свиток ремесленника для оружия. Нига наследника. Скорость магии. Плюс 5%. Так. Увеличение сопротивления оглушению. Плюс 5%. Сопротивление удержанию. 5%. Увеличение иммунитетом. Полностью восстанавливает здоровье персонажа. После воскрешения. И так же блокировка оружия. 5%. В этот раз промоушен с книгами. Легендарными. Попытать удачу 10%. Коробка со сферой инодрил. Так же пишите комментарии. Создание наплечников. Как выбиваются и все такое.